ну что ребят всем привет слушайте с рыбалкой конечно летом не очень все хорошо как говорится июнь июль на рыбалку плюнь вот поэтому я как бы хотел рассказать вам про свой набор эгоист вот то есть про мою лодку которая уже пользуюсь несколько лет вот и я думаю то что могу какие-то вещи первую очередь про двигатель рассказать вот моя эксплуатация как вообще происходит какие были поломки или какие-то были недочеты ну и вообще что значит такое набор эгоизм смотрите как бы набор эгоист в принципе подразумевает под собой то что это будет один человек ездить один экспорт эксплуатировать лодку вот в принципе также все и происходит вдвоем на этой лодке ну я бы сказал бы честно тесновато слегка лодка 3 метра лодка rush 3000 купил я ее два года назад вместе с двигателем то есть я сразу брал все в наборе вот по лодке по самой что могу точно сказать цвет цвет белый сразу отметайте если кто-то хочет короче говоря брать белый цвет я вам скажу что это не лучший выбор по причине того что она очень сильно пачкается ну во первых от воды на все время пачкается во вторых то есть где-то там какие-то зацепил чем-то черканул это вот прям буквально все сразу же короче говоря показывается на белой лодке все это видно прям честно мне как бы да там глаз особо это не радует также по самой лодке хочу сказать точно то что тонкая она она очень тонкая в астрахани когда мы были мы пробили ее несколько раз причем пробили мы ее просто обракушку то есть когда вытаскивали лодку вот зацепляли благо был ремнобор который легко заклеивал все эти латочки вот ну и я вам скажу так что был такой момент то что я даже продырявил случайно лодку к доставил стул вот поэтому если говорить точно о том что толщину пвх-шки самой но она тоненькая возможно есть какие-то другие варианты там то что они получше будут потолще ну это то что есть то есть пока про свой рассказ ну конечно я думаю всех интересует все таки по большей части двигатель 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 это пятерка tahatsu вот купленная два года назад было у меня видео там как я его обкатывал и был у меня там косяк то что у меня вылетела пробка масляная из поддона и масло вылетела вылилось все но я вовремя успел как бы увидеть этот момент и вовремя исправили ситуацию короче говоря вот потому что на самом двигателе там есть такая лампочка которая загорается и показывает том что масла нету вот но это было свое приключение кому интересно там ссылочку оставлю посмотрите как я обкатывал это двигатель за два года пользования что случилось за два года пользования с двигателем ничего тут футу футу еще раз говорю ничего абсолютно ничего не случилось двигателем вот то есть я его как после того как обкатал единственное что я делал это менял только масло активная в принципе двигатель особо не использую вот и гоняю на рыбалку в принципе раз неделю точно пока абсолютно ничего то есть каких-то не знаю поломок или что-то какие-то выводы из строя два года по ничего не показал четко меняю масло масло меня я через знаете я не часы не наматываю я наверное скорее всего примерно так прикинул то что каждые три месяца короче говоря менять масло и я короче у меня вот меня и в ноге меня и в самом двигателе тоже меняю масло флют вылью только фирменная то есть именно тахацу то есть никакое другое ничего нету по поводу самого двигателя по поводу скорости я хотел сказать еще да то есть вот я один эгоист набор чали как только я обкатал он как набирал 2728 то же самое сейчас ничего не изменилось точно так же он 28 набирает это против течения и это по течению и против течения то есть уходит там 23 где-то километров в час то есть там теряется около пяти километров в час вот не знаю я вот шел против течения с лодкой даже с какой-то яхтой что это можно сказать но мне было интересно насколько она мне быстро обгонит сам двигатель без бензобака шел вернее там внутренний есть бензобак на 1 литр но я вам скажу что это литр это вообще не что если вы собираетесь куда-то ездить если конечно вам приехать там просто на точку тупо стать то в принципе вам этого с головой хватит вот но я как бы любитель все-таки поездить поискать почему я любитель поездить поискать потому что я все-таки приобрел эхолот это неотъемлемая часть давайте потихоньку перейду теперь к эхолоту эхолот это лоренс вот хук 4 правильному пол называется в принципе также его использовать это два года что по нему могу сказать точно по эхолоту самый холод показывает только в основном глубины я бы не сказал что для рыбы он примут именно хорош потому что сколько уже такое было то что я вроде становлюсь вроде рыба есть вроде показывает рыбу вот поклевок совершенно нет в то же время бывает такое что я могу переставиться и он показывает что рыбу вообще нет но рыба есть и клюет достаточно активно поэтому я его использую чисто просто для глубин то есть я смотрю где есть а печек я смотрю здесь перепады какие-то вот ну и какое-то количество рыбки он все равно показывает и как-то хочется все таки верит то что он работает вот поэтому я как-то его использую использую и в принципе для постановки на глубину недостаточно этого конечно хотелось бы что не получше поинтереснее но цена как бы сейчас на самом деле очень кусается и хороший эхолот начинается там от 50 от 70 тысяч вот проблемы с эхолотом тоже в принципе нет не знаю вот есть конечно какие-то проблемки с тем то что он набирает когда ты набираешь уже скорость то есть да там идешь на малой скорости там пять километров в час начинаешь набирать скорость то есть он пропадает вид весь то есть перестает видеть но какая-то часть какая-то там остается ну я так подым понимаю то что он как-то не успевает славливаться либо какие-то помехи короче говоря появляется вот если кто-то понимает знает наш напишите в комментариях как от этого избавиться в принципе про в лодке я модернизация очень-то больших то не сделал вот я добавил рым 2 рыма вернее вот и на лавочку прикрутил сидушку сидушка на самом деле очень полезная штука в спина не затекает удобно хорошо комфортно то есть я могу в принципе и джиговать и сидеть ловить там на яйца на просто закинуть донки какие-то очень долгое время и достаточно удобно достаточно комфортно себя чувствовать тем более как-то даже такой был момент то что мне эта спинка спинка кресла моего спасла мне жизнь можно сказать когда у меня влетела лодка вот и они как раз ударились а именно носом не в эту спинку меня сбросила сюда в сторону вот со мной ничего не стало то есть как бы там не было если бы ударили в меня именно носом лодки я думаю хрен узнать чем бы это закончилось может быть и сломали мне позвоночник потому что удар был достаточно сильный так не в принципе в принципе какие-то мелочи я так уже рассказал чуть-чуть вот доволен ли я хотел бы их поменять да честно да хочется и двигатель пошустрее я думаю 99 взять себе вот и все-таки лодочку мне уже хочется ну алюминику какую-то потому что до пвх-шка есть пвх-шка и ловить там одному на ней тоже бывает скучно и бывает хочется все-таки с кем-то с напарником поездить как-то и нормально со скоростью и со всем остальным половить вот возможно скоро я это изменю поэтому что ребят ну как обычно подписываемся задаем вопросы которые интересуют вас по поводу лодки двигателя там не знаю чего-то остального все расскажу в комментариях если что-то недорассказал ладно что всем пока с вас лайк